всех приветствую я елена канал дачный креатив еще не показывал свою рассаду но середина марта сейчас уже можно показать здесь правда у меня немного сеяла я перцы томаты томаты еще маленькие а перец болгарский уже немножечко подрос села я перец в январе болгарский семья красный и оранжевый томаты села в феврале единственный сорт я села марусю январе я его уже показывала здесь вот у меня два которые я не обрабатывала атлетом и три которые обработала атлетом пока я разницы не чувствую прошло три дня после обработки атлетом здесь у меня лобилия ценерария и в основном то я хотела показать как сходит семена туи декабре я оставила стратификацию семена туи барабант и шаровидной западной туи в разных вариантах на увлажненной бумаге в увлажненном грунте разные лотки у меня были просто в лоточках потом в таблетках торфяных вот такие вот торфяные таблетки в горшках если у меня только часть стоит на подоконнике не помещается и хочу показать как они всходят но вот здесь у меня вот в этих уже контейнерах это я уже посеяла после стратификации здесь то что было на бумаге здесь эти семена которые я увлажняла на бумаге вот в этом лоточке в первом лоточке здесь 6 стаканчиков туи барабант и 6 шаровидной вы смотрите как они всходят дружно вообще поначалу когда я их посеяла первую неделю было вообще никаких признаков жизни то есть вообще не понимала почему они всходят но все-таки начали сходить я честно говоря думала что они зайдут но начали сходить вы смотрите как много много так конечно мне не нужно а немножечко они подрастут но может быть еще пару недель посмотрю а потом просто пинцетом лишнее удалю оставлю по два по три для начала а потом посмотрю его смотрите значит разница я говорил что вы проводите эксперимент вот в этом первом лотке это у меня семена которых стояли на нижней полке холодильника вот я сделал пометочку буква х на нижней полке холодильника на увлажненной бумаге а вот этот второй лоток я два раза за весь этот период ставила в морозилку вот этот лоток они начали сходить позднее и не так дружно меньше но я думаю что может быть еще будут сходить то есть вот даже в некоторых горшочках даже еще совсем не зашли здесь вообще нет в каких-то уже зашли но вот то что было просто в холодильнике на нижней полке здесь схоже с лучше так теперь дальше что в торфяных таблетках я сразу сеяла в торфяные таблетки в декабре ставила на нижнюю полку холодильника вот здесь практически все таблетки со всходами единственная только одна таблетка у меня вот это вот на этой таблеточки пока ничего нет но здесь уже были всходы я показывала когда показывал свои первые всходы ту и там то что было уже проклюнувшиеся так она и сохранилась а то что у меня было а вот здесь я показывала на бумаге уже проклюнувшиеся семена к сожалению я так думаю что они это у меня и погибли их посеяла они у меня полегли немножечко не у меня еще были живыми а потом вот полезли уже новые и к сожалению те которые были у меня уже зашедшими проклюнувшиеся они погибли семена много так что вот зашли уже новые так и то что теперь в улитках улитках так ничего не вылезает а у меня семена провалились я показывала разворачивала улитку и там семена вместе с грунтом провалились глубже глубоко и там были всходы но вот пока они не показались я думаю надо будет мне попозже их развернуть завтра может разверну посмотрю но честно говоря даже и я не расстраиваюсь по этому поводу потому что и так слишком много куда мне столько той что называется надо эти кто-то будет пристраивать но дай бог вырастут надеюсь что будет нормально тоже здесь будут прореживать потому что здесь тоже как вы видите много смотрите как много каждой таблетки заклюнулась семян так что буду потом прореживать и нужно будет нам их уже летом брать с собой на даче там за ними смотреть конечно открытый грунт и это сажать не буду нужно будет еще следующую зиму также горшках наверное все это держать потому что не рекомендуют первый же год после посева высаживать открытый грунт так что придется мне держать в горшках вот так теперь покажу еще семена туи которые у меня сразу были посеяны в горшке и в лотке вот в лотках здесь у меня твой барабан вот не знаю видно из подсветка вот эти семена здесь тоже кстати говоря я присыпала песком и когда я их вынула из пакета и поставила уже на подоконник те которые уже были зашедшими когда я вынимала из холодильника некоторые полегли а потом зашли новые не знаю видно надеюсь видно достаточно много шаровидной поменьше у барабан сходов побольше лук порей в общем то не планировал показывать рассаду поэтому так показываю быстро здесь у меня перец острый надо прореживать его там томаты в общем все пока маленькая сейчас покажу тую другую еще плантация туй они у меня вообще стоят на полу потому что нет места на подоконнике раз одно южное окно вообще не рекомендуют сходы туй на открытое солнце на солнце сейчас совсем мало поэтому в общем то и его и нет открытого солнца и вот смотрите сейчас пока возьму палочку чтобы показать а так что здесь здесь семена у меня еще были сухие оставались семена я их замачивала после того как все вынуло из холодильника у меня там семена еще оставались просто в сухом виде в контейнерах и вот я посеяла вот это первый комплект здесь у меня семена были замочены то есть я вынулась холодильника и замочила их на сутки а здесь я уже сеяла оставшимися сухими семенами вы смотрите здесь еще не зашли то есть замоченные сходят быстрее есть вот у меня барабанта шаровидная здесь только барабант вот они только начинают сходить только начинают проклевываться одессе же вот так и обратите внимание вот я сеяла густо и смотрите вот я если есть вовсе влажные горшки везде почву влажная и вот если появляется я утром встаю и появляется вот такая вот корка смотри какая корка и вот там эти семена начинает проклевываться то есть я опрыскиваю немножечко грунт увлажняю сверху но в общем те которые посильнее пролезают выше и здесь тоже обратите внимание вот смотрите вот это все вылезло там вообще грунт влажные и вот корка вот это поднимается а все это я потом присыплю песком как в лотках там я присыпала все песком и в лотках и таблетки присыпала песком и вот здесь шаровидная шаровидная входит позднее здесь вот эти лотки у меня стояли в холодильнике на нижней полке вот этот набор коричневый и вот этот набор у меня стояли в холодильнике с декабря на нижней полке то есть я сеяла в декабре действую потом вынула и вот они у меня здесь стоят тоже они проклевывались больше недель стояли и как-то у меня были даже сомнений но вот все проклевывается очень густо много так что мне придется много прореживать выберу который посильнее и уже буду их оставлять по несколько штук оставлю на всякий случай нет ни по одному не по 2 но по 3 минимум так и что еще у меня здесь у меня тоже оставались сухие семена еще и на всякий случай когда рассеяла семена вот сюда и на всякий случай немножко семян оставила и посеяла еще их вот такой лоток сейчас посмотрим здесь но здесь они у меня стоят наверное дней пять в этом лотке сейчас выну здесь я сразу присыпала песком так ну вот не видно я думаю но уже есть намеки на то что будет сходить так что я думаю здесь тоже они зайдут так что вот так у меня много то я говорю мужу куда мы будем столько той пристраивать он будет найдем второй участок найдем куда пристроить выросли вы так ну вот показала я как выразился мой муж лабораторию доктора пипкина такая здесь у меня туя если сразу опрыскать специально подняла на кровать для того чтобы было мне поудобнее снимать вот так вот я опрыскиваю просто сверху грунт там влажный и потом все это присыплю песком хочу сказать что когда я сеяла первый раз свои семена туи в разводную грядку два года назад у меня ничего не взошло но не знаю даже почему но все-таки я теперь думаю увидев какие сходы у туи теперь я думаю что там сходы все-таки были немножко но были но там рядом с разводной грядкой у нас росла ива и корнями своими забрала с грядкой мы эту грядку разводной поливали три раза в день июня был жаркий очень и поэтому вероятно они может быть и пытались зайти но было очень сухо им так на этом заканчиваем всем удачи всем нам хорошие рассады хорошей погоды теплой весны до новых видео пока